Стоит ли обнимать китайцев? В мире Нина Хрущева Класс Равно Галери Матлевью Равно Трю Айтем Проп Равно Имидж Нина Хрущева 15 июня 19 Стоит ли обнимать китайцев? Европейские СМИ много что записывают в актив лидером России и КНР после форума в Санкт-Петербурге. Меры по уходу от доллара во взаимной торговле, интеграция Китая не только с Россией, но и со всем Евразийским экономическим союзом все это здравые идеи. Но главное сам факт более динамичного сближения КНР с Россией, чем с США. Совсем недавно в это никто не верил. Джеймс Уилсон из бельгийского E-Reporter делится впечатлениями от ПМФ. 6-8 июня бывшая столица Российской империи Санкт-Петербург превратилась в один из мировых центров политики и экономики. Бизнесмены, аналитики, политики и журналисты из 145 стран собрались в этом городе, развенчав миф о том, будто мировое сообщество изолировало Россию и Владимира Путина. Экономический форум в Санкт-Петербурге – это ежегодное мероприятие, успех которого растет с каждым годом. Там собираются прагматичные люди, которые понимают, как можно воспользоваться той неблагоприятной обстановкой, в которой оказалась Россия. В 2019 году форум установил рекорд по числу участников и количеству заключенных сделок, их общая сумма превысила 47 миллиардов долларов. Очевидно, что с момента проведения в Санкт-Петербурге саммита G8, 13 лет тому назад Россия стала еще более привлекательной страной для различных деятелей мирового уровня. Владимир Путин последовательно выступает за создание альтернативного поста американского мирового порядка, основанного на иных принципах глобализации. Пару лет назад, после присоединения Крыма и введения санкций против России, мало кто в мире прислушивался к его призывам, но сегодняшние торговые войны и эгоистичная политика протекционизма все чаще заставляют думающих людей поддерживать подходы России. Начал обретать форму «Стратегический разворот на восток», о котором российский президент объявил сразу после развода с западными демократиями. А форум в Санкт-Петербурге дал возможность ежегодно демонстрировать достижения России. На сей раз основным гостем стал Си Цзиньпин, назвавший президента России своим самым близким и надежным другом. Столь теплые отношения между Китаем и Россией должны стать сигналом тревоги для сторонников нынешнего мирового порядка. С 2013 года руководители двух евразийских гигантов встречались 29 раз, и каждая такая встреча еще больше укрепляла их союз. У посткоммунистической России и коммунистического Китая много общего, и это не только протяженная географическая граница. У них общее идеологическое прошлое, динамичное, энергичное и экономическое развитие, а возможно, и многообещающий военно-политический союз в будущем. По официальным данным, в прошлом году товарооборот между Москвой и Пекином достиг 108 миллиардов долларов, увеличившись с 2017 года на 24%. Конечно, объем торговли Пекиной с Вашингтоном намного превосходит эти показатели, но у России в торговле с Китаем активная сальда, которого так добивается для своей страны Дональд Трамп, недовольный тем, что импорт китайских товаров в США в несколько раз превосходит экспорт из Америки в Китай. В своем выступлении на форуме российский президент сосредоточил внимание на торговле. По его словам, кризис в мировых экономических отношениях вызван тем, что модель глобального развития, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует сегодняшней реальности. Глобальная нестабильность вызвана в основном попытками монополизировать новую технологическую волну. Путин прямо указал на Соединенные Штаты и на попытку изгнать с мирового рынка китайскую компанию Huawei, которая недавно стала одним из лидеров рынка, вытеснив на третье место флагмана американских технологий Apple. Россия в ответ на эти действия разрешила китайскому гиганту телекоммуникации строить у себя сети 5G, продемонстрировав всему миру, что, по ее мнению, продукция этой компании не представляет угрозу ее национальной безопасности. В своем выступлении Путин также предложил пересмотреть роль доллара как мировой резервной валюты, поскольку для США он, по сути, стал инструментом давления на весь остальной мир. Он заявил, что доверие мира к доллару снижается. Надо сказать, что председатель СИИ и президент Путин уже подписали соглашение, которое позволит уйти от американского доллара и начать производить расчеты в рублях и юанях. Говоря о Европе, российский президент отметил, что строительство газопровода «Северный поток-2» в полной мере соответствует национальным интересам всех участников этого проекта. Он подверг критике противников данного строительства, таких как США, которые стремятся занять энергетический рынок Европы со своим сланцевым газом. Здесь скроется какой-то парадокс. Китайская компания CNPC и российский «Газпром» в 2014 году подписали газовый контракт сроком на 30 лет, предусматривающий сооружение крупного трубопровода, а Дональд Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства и разрушил все надежды на заключение соглашения с ЕС о свободной торговле. Теперь Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждают вопрос о возможной стыковке своих интеграционных проектов континентального масштаба Российского и Евразийского экономического союза и Китайской инициативы «Один пояс, один путь». Столь же пристально рассматривает ситуацию Project Syndicate, США, в статье под коварным заголовком стоит ли россиянам обнимать китайцев. Дополнительную пикантность американской позиции придает то, что ее излагает правнучка Хрущева декан университета Нью-Скул в Нью-Йорке Нина Хрущева. Точка-точка-точка «Конечно, это не новый поворот», — говорит она. На протяжении последних шести лет Путин и Си встречались как минимум 30 раз, а торговый оборот двух стран сейчас превышает 100 миллиардов в год. Тем не менее в последнее время двусторонние отношения значительно расширились, и примером этого стал состоявшийся на минувшей неделе форум. Для России и установление более тесных связей с Китаем, несомненно, соблазнительно. После пяти лет международных санкций, введенных против России, когда она аннексировала Крым, демонстративная дружба с Си выглядит долгожданной передышкой. Но прежде чем полностью довериться Си Цзиньпину, Путину стоило бы вспомнить советскую диссидентскую песню 1960-х годов, в которой высмеивались предыдущие неудачные попытки создать русско-китайский союз, «Все люди-братья. Я обниму китайца». В начале 1950-х, вскоре после того, как Компартия захватила власть в Китае, она сформировала альянс с СССР. Однако отношения двух стран всегда отличались напряженностью, потому что Иосиф Сталин и Мао Цзидун соперничали за лидерство в международном коммунистическом движении. Впрочем, у Сталина было превосходство, а Мао знал, что коммунистическим режимам следует формировать единый фронт против капиталистического Запада. Именно поэтому Мао оказался столь разгневан в 1956 году, когда Никита Хрущев, пришедший к власти тремя годами раньше, после смерти Сталина, начал осуждать своего предшественника. Как он посмел поставить под сомнение великий статус Сталина и, соответственно, пригрозить Мао такой же судьбой? И хотя на долю СССР приходилось 60% китайского экспорта, эти противоречия привели к разладу, который длился десятилетиями. Сегодня Путин и Си соперничают за глобальное лидерство, бросая вызов Америке и Западу, оба напоминают своих безжалостных предшественников. Но на этот раз есть отличия. Рост экономики России тормозят западные санкции и дурное правление Путина, поэтому превосходство у лидера Китая все это пока не создало для России крупных проблем. Соглашение российской телекоммуникационной компании МТС и компании Huawei о создании в России сети нового поколения 5G в течение следующего года, конечно, взаимовыгодно. Но для Китая мотивом этого соглашения стала необходимость компенсировать организованное США давление со стороны Запада. Америка блокирует Huawei на том, сомнительном, основании, что эта компания ставит под угрозу национальную безопасность США. Обе стороны уверены, что сочетание китайской экономической силы с российской политической смелостью должно помочь этим двум странам лучше справиться с проблемами, связанными с США. Тем не менее не видно никаких особых признаков того, что россияне и китайцы в принципе с симпатией относятся друг к другу. Напротив, каждый из них явно смотрит на другого сверху вниз, намекая на потенциальное соперничество, в котором Россия вряд ли победит. Я лично заметила эту тенденцию несколько лет назад, посетив город Благовещенск, расположенный на сибирской границе, всего в менее чем километре от китайского города Ахэ. В порту у паромной переправы россияне глумятся над китайскими торговцами, которые везут в Хэхэ русскую водку и шоколад, а китайцы проходят мимо русских так, словно тех вообще не существует. Аналогичное отношение можно наблюдать на лесозаготовках Китая в Восточной России. Как недавно отметил Стивен Ли Майерс, хищническое стремление Китая заполучить сырьевые ресурсы, при полном игнорировании каких-либо экологических соображений, может стать проблемой не только для маленькой африканской страны, но даже для государства, считающего себя супердержавой и стратегическим партнером Китая в борьбе с американским доминированием. Порассуждав об аннексии Крыма и кремлевской интервенции в Сирии, Н. Хрущева делает замечание. Точка-точка-точка В долгосрочной перспективе все эти великие реяния принесли Путину больше головной боли, чем счастье. Стратегическое мышление никогда не было сильной стороной Путина, а именно в нем китайское руководство, которое обычно планирует на очень долгосрочную перспективу, добилось успехов. И, возможно, Си Цзиньпин не является здесь исключением. Помолвка со значительно превосходящим стратегом, возглавившим движение против Запада, может превратиться для Путина в опасную игру, о которой он и Россия вскоре пожалеют.